Здравствуйте! У постоянного телезрителя передачи нашей тесты, посвященной двухколесной технике, может сложиться такое впечатление, что мы в своих программах обделяем вниманием большие двухколесные железные мотоциклы. Это не так. Сегодня у нас на тесте семейство Yamaha Midnight Star. В модельном ряду японской компании три мотоцикла. Вот этот вот старший брат Midnight Star 1900 с почти двухлитровым мотором, средний, с мотором 1300 кубических сантиметров и новинка 2009 модельного года Midnight Star 950. Давайте начнем наше знакомство с младшего, самого малокубатурного мотоцикла. Несмотря на то, что здесь объем двигателя всего 950 кубических сантиметров, он построен по классическим канонам. V-образная двойка, воздушное охлаждение, переднее колесо чуть больше, чем заднее, широкие подножки. В общем, что еще можно ждать? Настоящий круизер, даже спидометр у него находится на баке. Но при всем при этом короткая база, не очень широкий задний каток. Соответственно, мотоцикл вроде как едет, вроде как рулится. Это мы проверим чуть-чуть позже, вы увидите как. Но при этом он стоит не так дорого. Поэтому для тех, кто хочет приобщиться к вот этому миру, миру крузеров, чоперов, не знаю, называйте как угодно, скорее вот этот мотоцикл подойдет больше всего. Yamaha XVS 950A Midnight Start. Объем 942 кубических сантиметра. Максимальная мощность 54 лошадиные силы при 6000 оборотах в минуту. Максимальный момент 76,8 ньютон-метра. Длина мотоцикла 2435 миллиметров. Ширина 1000 миллиметров. Высота 1080 миллиметров. Высота по седлу 675 миллиметров. Колесная база 1685 миллиметров. Масса с техническими жидкостями 278 килограмм. Идем дальше. Брат средний. Yamaha Midnight Star XVS 1300. В общем-то, что можно судить из этого названия? Конечно, у этого мотоцикла побольше кубатуры. Да и сам он немножечко побольше, чем его младший брат. Но при этом именно этот аппарат немножко выбивается из линейки Midnight Star, потому что у него водяное охлаждение двигателя. В общем-то, не очень свойственная штука для таких вот крузеров или чопперов. Но, тем не менее, приветствуется в последнее время, потому что, конечно же, тяжело, тяжело сохранить вот этот вот баланс обтекания воздуха двигателем, особенно в пробках. Поэтому, может быть, для города этот аппарат будет лучшим выбором, чем его воздушные собратья. Yamaha XVS 1300A Midnight Star. Объем 1304 кубических сантиметра. Максимальная мощность 73 лошадиные силы при 5,5 тысячах оборотов в минуту. Максимальный момент в 106 ньютон-метров при 4 тысячах оборотов в минуту. Объем бака 18,5 литров. Длина 2490 миллиметров. Ширина 980. Высота 1115 миллиметров. Высота по седлу 715. Колесная база 1690 миллиметров. Масса с техническими жидкостями 303 килограмма. Ну, не будем забегать вперед, конечно, о поведении этих мотоциклов в городе и за городом. Мы еще поговорим, а пока переходим к старшему брату. Midnight Star 1900. Вот он классический аппарат. Таким, каким мы себе его представляем. Практически 2 литра объема. V-образная двойка, воздушное охлаждение. Много хрома. В общем-то, все-все-все здесь так вот нашпиговано. Приборка, естественно, на баке. В общем, все как положено настоящему мотоциклу этого класса. Такие огромные ручки. Но и при этом, конечно же, по идее, он должен хуже всех рулиться. Потому что у него самая длинная база. И он самый-самый тяжелый. Но очень скоро мы все это проверим. Yamaha XV 1900A Midnight Star. Объем 1854 кубических сантиметра. Максимальная мощность 90 лошадиных сил. Максимальный момент 155,1 ньютон метра. Объем бака 17 литров. Длина 2580 миллиметров. Ширина 1100. Высота 1125 миллиметров. Высота по седлу 705. Колесная база 1715 миллиметров. Масса с техническими жидкостями 346 килограммов. А коль мы начали говорить об управляемости, нам стало интересно развить эту тему. Конечно же, на таком мотоцикле ехать куда-то на спортивную трассу или картодром просто смешно. Поэтому мы сегодня приехали сюда, на площадку команды Автоплюс Мотоакадемия. Спросите мы, 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 я все время говорю мы. Кто же это мы? Ну, естественно, это мои однокомандники. Женя Чуриков и Дима Диченко. Они уже, в общем-то, готовы сейчас приступить к осмотру техники на предмет ее боевой готовности к езде. Вот немножечко пошел дождь. Сейчас посмотрим, либо под дождем, либо по суху будем кататься. Так что я пока переодеваться, а ребята будут осматриваться. Насмотрелись? Большие, железные, страшные? Страшные, большие, железные. Но определенный кайф в этом есть. Ну, кайф, я думаю, сейчас прочувствуем. Непонятно еще чего пугаться, понимаешь, насколько она страшная. Ну да, предлагаю следующую вещь. Надо подумать, как мы расставим здесь конусы, не конусы, мелочек, разрисуем мелочком площадку. Надо просто сначала хотя бы тронуться на нем, посмотреть, насколько он тяжелый. Свидет, это же мамонт вообще неподъемный. Хорошо, тогда давай, тогда предлагаю следующую вещь. Ставим несколько конусов в змейку. Каждый проезжает змейку, выбираем помотику, проезжаем змейку. И смотрим, что из этого получается. Потом задачу усложняем. Да, давайте так начнем. Ладно. Тогда попробуем хоть что-нибудь начать. Первый выезд ко многому обязывает, тем более на площадке еще влажно. А мокрый асфальт – не самое лучшее покрытие для активных упражнений. Но солнышко сделало нам подарок. И буквально через 15 минут после начала наших упражнений площадка просохла. За пару минут мы обновили разметку. Нарисовали несколько восьмерок. Скажите банально, а вот и нет. Попробуйте ради интереса повторить эксперимент. Удивитесь. И дело не в том, чтобы просто проехать. Задача – проехать максимально быстро и по минимально возможному радиусу. На грани скольжения. Плюс – быстрая перекладка во время смены направления движения. Так что обо всем по порядку. Ехать в глубоком наклоне, конечно, по меркам этих мотоциклов довольно просто. Нужно лишь заставить себя преодолеть страх падения. Ведь уронить мотоцикл довольно сложно. Очень близко к асфальту расположены подножки и их упоры. Спустя десяток кругов ребята с легкостью проходили поворот на трех точках. Переднее и заднее колесо и подножка. В таком тесном контакте с асфальтом главное не сбрасывать газ. В противном случае подножка начинает работать как якорь. Как это ни странно, младший из семейства. 950-й Миднайт Стар быстрее всего касается асфальта подножками. И не потому, что у него самая короткая база, и он быстрее всех укладывается в поворот. И чуть-чуть братьев реагирует на контрруление в перекладках. Просто у него ниже всего расположены подножки. Старший брат – 1900-й, самый ленивый. Его труднее всего переложить в повороте. А из-за огромной базы и угла наклона вилки пилоту приходится активно дороливать. И что хорошо Диме с его ростом под 2 метра длинными руками, то плохо среднеразмерному пилоту. Приходится рулить, едва дотягиваясь до ручек. Выматывает. Средний брат – золотая середина. Углы наклона самые большие. Подножки расположены выше всего. Задний, 170-мм баллон, позволяет бодро перекладывать мотоцикл. А базы и угол наклона вилки, пожалуй, самые оптимальные в семействе Миднайт Стар. Усилий минимум. КПД максимальный. Да и устаешь за рулем этого байка в условиях площадки меньше всего. Ну что, друзья мои, как вам большие железные кони? Что вы думаете об управляемости всех этих трех железных коней? Потому что все уже поменялись друг между другом. Все уже покатались на всех аппаратах сразу. Поэтому давайте пройдем к какому-то определенному заключению. Начнем с тебя, Евгений. Ты у нас самый большой спортсмен, и на такой технике ездить ты не привык. Давай, первый раз ездим. Давай, начнем с большого, среднего и маленького. Гигантов. Ну, прежде всего, это, конечно же, не спортбайк, не нейкед, не стритфайтер, не эндоро и не супермод. Это надо отдавать себе в этом отчет. Но, тем не менее, при определенной сноровке, скажем так, вот если действительно покрутиться на площадке, там вот тут руками поделать, можно привыкнуть. Мне кажется, у него даже есть неплохие шансы в толчье московских пробок. Может быть, не у всех у этих, у тяжелого, соответственно, их, наверное, и меньше на первый взгляд. А у малыша, ну, мне кажется, он вполне юркий. Не скутер, но очень, вроде... А как тебе вот эти вот подножечки, подножечки в поворот? Подножки в этот свой шик, мне кажется. И еще, я просто сначала не знал, после того, как увидел эти слайдеры, вот эти, которые еще искрят, мне кажется, это как раз шарм, что на этих мотоциклах надо ездить с буксичем заднего колеса, тормозить вью, там, выбивать искры, что это должно создавать вокруг тебя антураж определенный. Нет? Вы так не считаете? Мне трудно понять, что я считаю, вот, потому что мотоциклы эти, ну, мягко говоря, большие. Даже вот для меня, хотя у меня есть такая проблема, я на мотоциклах всегда смотрюсь такой Годзиллой большой. Для меня поэтому эти мотоциклы по размеру очень подходят. Что касается управляемости, ну, я, честно говоря, я тоже первый раз на таких мотоциклах, я удивился, потому что они управляются. То есть, реально, я думаю, что они вообще никак не управляются, совершенно не тормозят и так далее. Кстати, что касается тормозов, тут открываются новые перспективы, особенно для нас, для спортсменов. Мы привыкли тормозить первым, передним тормозом. Первым, только одним, только одним. А тут его почти нету, и тут, посмотрите, какая педаль тормоза. Да, педаль черт. Как на американских внедорожниках, тут же можно двумя ногами его нажимать. Да, можно нажать, так нажать. По поводу управляемости, ну, поскольку пришлось на всех трех проехать, вот это чудовище, конечно, двухлитровое, но сложно с ним было управиться, и вообще я не хотел на нем ездить, в принципе. Но через какое-то время, покрутив восьмерочки здесь на площадке, то есть, ну, я тоже вкурил, что есть что-то в нем такое. Единственное, что очень приходится с рулем бороться. Вот ни на одном из этих такого нет. Руль прямо в поворот заворачивается, ты его обратно прямо от себя. И вот мне пока вот эта вот моя любовь, моя любовь на этой площадке, вот, этот маленький недолитр, так сказать, 950 кубов всего лишь, мне кажется, что, ну, просто чувствуется, что он самый легкий, вот, ну, и, соответственно, он управляется полегче, конечно. Касательно рулежки большого мотоцикла, я с тобой согласен, это приходится тяжело. Но чем не нравится такие мотоциклы, что у них можно так вот после этого полежать. Вообще здорово, очень удобно. Абсолютно поддерживаю, что вот все-таки, наверное, самый большой, 1900-й, вот парень неплощадочный, на нем тяжелее всего. Но если нащипать вот этот момент, причем он замечательно идет вот на тысячу оборотов, вот по нейтралочку, да, считай, бровь, включилась нейтралка на первой передаче, газ чуть-чуть вот открыл, люфт выбрал, дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук. И только рулем поворачиваю, поворачиваю, он едет как паровоз, и ничто его не смущает. Но поделюсь своим опытом, потому что ездил я на мотоцикл в такой конструкции, и, честно сказать, вот никогда я на дороге себя настолько комфортно не испытывал, как вот на площадке сегодня. Мне кажется, вот сейчас если поехать, а мы сейчас поедем, и будем продолжать наше изыскание на тему того, кто же лучше из этой троицы и для чего они нужны, но вот мне теперь кажется, что на дороге будет гораздо проще. Причем, если обратить внимание, я думаю, надо всем сейчас показать, что мы можем, подержи, Жень, что мы можем с тобой, Дима, этот мотоцикл просто положить. Давай, положим его сюда? Да, давай, на эту сторону его положим. Давай, только ноги, чтобы тебя не зажало. Клади, 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 клади. Это же не касается дугой безопасности. Вот, и вот наглядный пример того, да, что мотоцикл, в принципе, способен лежать, да, то есть ты на нем падаешь, он как бы, конечно, опрокидывается, конечно, какой-то лак и блеск на нем теряется, но при всем при этом, если как бы, ну это минимальное падение, это не со спортбайка, что бду-бду-бду-бду-бду-бду полетел. А вот качество на подножку насладшается. Давай обратно. Да, то есть, да, даже не туга, даже ничего, и вот это мне очень нравится. Мне очень нравится, что можно вот так вот совершенно спокойно этот мотоцикл в условиях площадки покрутить, понять, почувствовать, там, постоять там на одной стороне, посидеть на другой подножке. И, по-моему, вот это как раз та моторика, которой многим не хватает. Если люди действительно хотят такой мотоцикл, то, в принципе, нужно, конечно, любой мотоцикл нужен, в принципе, конечно, но на этом открываются новые возможности. В рулёжке ещё интересная деталь, что три мотоцикла одного семейства, большой, средний и маленький, но закономерность такая, что ниже всего подножки расположены у маленького, а потом у большого, а у среднего высоко, и рулится-то лучше средний, мне кажется. Да, потому что у него узкое заднее колесо, самые высокие подножки и радиатор. Договорились. Радиатор, конечно, сильная тема помогает в рулении. Ладно, не суть. Ну всё, предлагаю наше площадочное изыскание закончить. И отправиться в город, за город, и посмотреть, спасут ли нас эти стёкла, или, может быть, действительно лучше хавать ветер прямо лицом. Вся троица испытаний выдержалась честью. Неожиданно показав себя с хорошей стороны, мотоциклы адекватно управляются. Их можно лихо переложить от подножки до подножки, перекладывая при этом усилия адекватно размеру аппарата. Впереди самые интересные. Отчёт о дорожной части теста смотрите во второй части программы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы продолжаем наше знакомство с семейством мотоциклов Yamaha Midnight Star. В первой части программы мы подробно рассказывали вам о крузерах Yamaha. Позволим себе повториться и напомнить о мотоциклах. Младший в семействе, 950-й Midnight Star, новинка 2009 года. Мотоцикл построен по классическим канонам. V-образная двойка с воздушным охлаждением, стиль и пропорции соблюдены. Своего рода крузер для новичка или не самого амбициозного водителя. Yamaha XVS 950A Midnight Star. Объём 942 кубических сантиметра. Максимальная мощность 54 лошадиные силы при 6000 оборотах в минуту. Максимальный момент 76,8 ньютон-метра при 3000 оборотах в минуту. Объём бака 17 литров. Длина мотоцикла 2435 миллиметров. Ширина 1000 миллиметров. Высота 1080 миллиметров. Высота по седлу 675 миллиметров. Колёсная база 1685 миллиметров. Масса с техническими жидкостями 278 килограмм. Средний брат Midnight Star 1300 выделяется из семейства. Его двигатель с жидкостным охлаждением, но радиатор особо не бросается в глаза. Этого требует стиля. Сам же мотоцикл явно больше по всем показателям, начиная от базы и заканчивая объёмом двигателя. Ямаха XVS 1300A Midnight Star. Объём 1304 кубических сантиметра. Максимальная мощность 73 лошадиные силы при 5,5 тысячах оборотов в минуту. Максимальный момент 106 ньютон-метров при 4000 оборотах в минуту. Объём бака 18,5 литров. Длина 2490 миллиметров. Ширина 980. Высота 1115 миллиметров. Высота по седлу 715. Колёсная база 1690 миллиметров. Масса с техническими жидкостями 303 килограмма. Вершина линейки Midnight Star 1900. Без малого двухлитровый V-образный мотор воздушного охлаждения. Исполинские размеры, обилие хрома, широченный руль. Самый большой, самый мощный, самый тяжёлый, самый дорогой. Но при этом, пожалуй, самый стильный аппарат в линейке. Yamaha XV 1900A Midnight Star. Объём 1854 кубических сантиметра. Максимальная мощность 90 лошадиных сил при 4750 оборотах в минуту. Максимальный момент 155,1 ньютон-метра при 2500 оборотах в минуту. Объём бака 17 литров. Длина 2580 миллиметров, ширина 1100, высота 1125 миллиметров, высота по седлу 705. Колёсная база 1715 миллиметров, масса с техническими жидкостями 346 килограммов. Мы протестировали байки на площадке, проверяя управляемость. Картина получилась довольно интересной. Первое, о чём стоит сказать, мотоциклы адекватно управляются. Конечно, это не спорт байки и даже не некиды. Но для своих размеров троица безропотно подчиняется командам водителя. Только эти команды приходится отдавать не голосом, а мышечной массой. Как это ни удивительно, но самым управляемым гонщикам команды Автоплюс Мотоакадемия единогласно признали среднего брата Midnight Star 1300. Дело в том, что у этого мотоцикла самое высокое расположение подножек и 170-миллиметровый задний баллон. Именно поэтому его довольно легко можно переложить от подножки до подножки, проходить поворот с большим наклоном, а значит быстрее. Младший брат, несмотря на меньшие габариты и массу, перекладывается ещё легче, но подножки закреплены слишком низко. Потенциал мотоцикла реализовать невозможно. Брутальный 1900 из-за размеров и массы требует больше усилий для аналогичных упражнений. На площадке мы определили лидера. Сможет ли Midnight Star 1300 удержать свои позиции на дорогах общего пользования или уступит их братьям? Можете делать ставки. Выезжая на дорогу, мы, безусловно, делали предположение, но однозначно назвать победителя никто из нас не взялся. Замечу, что большие ветровые стёкла и дополнительные кофры на 1300 и 1900 – опции. Их устанавливали уже на наших просторах, у официального дилера. 950-й достался нам в полностью стоковой комплектации. Но о плюсах и минусах ветровых стёкл при движении на разных скоростях мы поговорим немного позднее. Начнём же отчёт с младшего брата. То, что было не особо заметно на площадке и в городе, выливало наружу именно при движении за городом. Для комфортного и динамичного передвижения в 950-м явно не хватает мощности двигателя и крутящего момента. Честно говоря, 54 лошадиные силы с 950 кубических сантиметров рабочего объёма по современным меркам крайне мало. Другое дело, что для круизера показатель максимальной мощности не так уж и важен. Но силовой агрегат слабый на крутящий момент. Для оперативного ускорения и быстрого обгона его не хватает. Каждое движение ручкой газа приходится рассчитывать заранее. Так что любителям динамичного разгона в седле этого мотоцикла делать нечего. Другое дело, новичок или барышня. Благодаря таким характеристикам мотоцикл не трясёт в лихорадке, а руль не вырывается из рук, если промахнуться с дозировкой топлива. Смело накручивать ручку можно и в повороте. Срывы заднего колеса добиться очень сложно. Совсем в иных красках видит мир водитель самого большого мотоцикла в семействе. С безмалого двухлитрового мотора японские инженеры сняли 90 лошадиных сил. Немного, но в рамках чоперно-круизерных традиций. Зато 155 ньютон на метр крутящего момента выручают практически всегда. Особенно, если не лениться переключать передачи вниз и накручивать ручку газа. Обгоны и ускорения за рулём 1900-го даются без труда. Управлять тягой тоже удобно. Эх, был бы аппарат хотя бы на полсотни килограмм легче. Хотя большая масса при движении по загородным дорогам не раздражает. Скорее наоборот. На тяжёлом мотоцикле чувствуешь себя увереннее. Средний по размерам и кубатуре Midnight Stas 1300, как вы догадываетесь, и по динамическим характеристикам занимает промежуточную позицию. Управлять тягой удобно. Мотоцикл вполне себе едет. И лишь при достижении высоких оборотов мотор затухает и разгон прекращается. Так что для динамичной езды на этом аппарате не стоит забывать о пониженных передачах. А как обстоят дела с подвесками? Основной проблемой такого типа мотоциклов можно считать короткоходность и жёсткость задней подвески. На европейских или японских дорогах проблем не возникает. На наших же ямах, особенно при посадке ногами вперёд, позвоночнику порой приходится не сладко. Именно поэтому инженерам приходится искать компромисс. Наши подопечные не отличаются дубовыми подвесками. Причём их настройки прямо пропорциональны весу мотоцикла. Небольшой 950-й уверенно проходит по стыкам, не подпрыгивая, как необъезженная лошадь. Безусловно, серьёзные выбоины чувствуются, но не досаждают. Среднеразмерный 1300-й немного комфортнее. Безусловно, подвески немного другие, рассчитанные на большую массу и, возможно, комфортно. Старший брат и вовсе смотрится и ощущается непоколебимым крейсером на волнах и рябе отечественного асфальта. Ехать на нём комфортно. Причём даже раскачка в поворотах не сбивает мотоциклы с траектории. А вот передние подвески немного расстроили. Дело не в том, что они не сглаживают при вратности дорожного покрытия. С этим массивные вилки справляются. Скорее, они через чурмяки. И если при прямолинейном движении из поворотов с такой раскачкой можно мириться, то огромные ходы передних вилок при торможениях порой напрягают. К слову, о тормозных механизмах. Безусловно, при такой геометрии и массе мотоциклов, одних передних тормозов, даром что дискового, а на среднем и старшем по два диска спереди, явно не хватает для активного замедления. Да, рычагом можно пользоваться для спокойных и плавных замедлений, но не более того. В случае возникновения опасности или необходимости экстренного торможения, помимо активации переднего тормоза, нужно топтать педаль под правой ногой. К слову, и производитель намекнул на необходимость использования заднего тормоза, установив сзади диски размером более 300 мм. Причем при такой базе и весе мотоциклов семейства Midnight Start не страшно и промахнуться с усилием, и заблокировать заднее колесо. Торможение будет не только эффективным, но и эффектным, с клубами сизого дыма. Так что, подводя итоги, с удовольствием заметим, что на этих мотоциклах можно и нужно передвигаться. Ведь не всем нравятся спортбайки или некиды. Причем семейство Midnight Start вполне доступно для широкого круга покупателей. Младший стоит немногим меньше 400 тысяч рублей, старший чуть меньше миллиона. Средний снова занимает золотую середину. Единственное, что в ходе теста вызвало отрицательные впечатления, так это огромные ветровики. Во-первых, они быстро загрязняются на наших дорогах, и смотреть через них неприятно. Вытирать огромные куски пластика нельзя, останутся царапины. Очистить очки или визор шлема проще, да и быстрее. Во-вторых, они не защищают от ветра. Стекла 1300 и 1900 создают при движении пространство разреженного воздуха и завихрения. Водитель получает не ветер в лицо, а порывы сквозняка в подбородок. А на скорости 100 км в час этот неправильный поток воздуха разбалтывает шлем водителя. Уверен, что настоящие ценители аппаратов этого направления не станут заказывать тюнинг, ухудшающий комфорт водителя. Господа, можно заглушить моторы. Ну что я вам скажу, мне понравилось. И понравилось, потому что все три сразу, и можно понять, для чего каждый нужен. Хотя, честно говоря, вот этот вот самый тяжелый. И мне на нем ездится тяжелее всего. Ну здорово, что все три коняшки нам удалось испытать действительно их истинной стихии. И шоссе, и немножко города, ну и с утра немножко площадкой, конечно, сразу же всплывают какие-то нюансы. Касаемо вот этого среднего и синего. Могу сказать, что в городе немножко неудобно низкие зеркала. Все время костяшками цепляешь, когда газуешь. На шоссе ты открыл и держишь. Но в его защиту могу сказать, что он, по-моему, самый маневренный из этих трех. Дим, как у тебя дела с маленьким? У меня с малышом все отлично. Вот эта любовь, которая родилась на площадке, она никуда не делась абсолютно. Единственный момент, который меня напрягает, это на больших, так скажем, скоростях, где-то там после 140-160, на нем сдувает. Я думаю, что вот с вашими этими лопухами отличными, стеклами, все-таки не так дело обстоит. А здесь просто тебя сдувает. То есть я парус, я еду и парусю с собой как могу. Зато это настоящий дух свободы. Да, то есть я себя чувствую каким-то просто ангелом ада, таким настоящим. Ну, практически, это, конечно, не Харлей, но стиль офигенный. Вот это вот, мне, кстати, вообще зеркала не нравятся совсем. Не зеркала эти, литровяки. Вот, а еще вот маленькое такое замечание, которое я не перестаю удивляться, насколько они не такие деревянные, как я думал. То есть они, мало того, что они управляются, понятно, что там ни спортбайки, ни некеды, но они управляются, так еще и, вот, по крайней мере, на этом, опять же, я думаю, на ваших поплошь немножко, можно ездить в пробках. Вполне. Вот. То есть, конечно, любой междуряди тебе, ну, не получится с ним, но вот в левом ряду, там, между машинами. Абсолютно согласен с тобой. В принципе, в пробках жить можно даже на большом. Ну, ты понимаешь, на любом мотоцикле можно проехать в пробках, посигналил, поморгал, тебе все пропустят. Наверное, стоит подытожить и подытожить вот что. Мне вот очень понравилась идеология черного и вот этого самого большого. Они все-таки построены по одинаковому принципу. Воздушка, внешне очень похожа, один побольше, один поменьше, да. Средний Midnight Star немножко выбивается из этой когорты, да, таких вот настоящих, наверное, крузеров, чоперов, не знаю, как это назвать, уже как бы это все определение такое размытое стало. Все-таки водяное охлаждение, но при этом, наверное, он ничуть не хуже, и вот такой нормальный средний размер, который позволяет, в общем-то, довольно комфортно передвигаться в городе за городом по шоссе, и в том числе и на площадке, потому что действительно все это умеет так или иначе рулиться. И самое главное, что я хочу сказать про эти три мотоцикла, я сегодня накатался, так что предлагаю отдохнуть и выпить по чашечке кофе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok